новомодные и популярные для обсуждения сегодня аббревиатуры зоши пп о чем это и зачем об этом сегодняшний мой ролик с вами я николай соловьев я клинический психолог кинезиолог зош и пп несколько букв которые буквально делят людей на белых и красных черных и белых проводят какие-то границы и возбуждают ряд споров среди осознанной части населения нашей страны да и не только я бы сказал именно осознанной потому что люди которые не задумываются о своем пищевом поведении о своем режиме труда и отдыха о водном режиме вряд ли будут смотреть этот ролик ну это их выбор и так что же такое зош для меня что такое пп для меня почему я тоже об этом говорю потому что прежде всего это про осознанность это про организацию своей жизни уделение внимания своему здоровьем осознанное уделение внимания и подбор тех необходимых пищевых привычек пищевых каких-то навыков которые нам полезны в жизни и так давайте задумаемся о том зачем нам это надо если вы не управляете собственной жизнью то это будет делать кто-то за вас в том числе из и через питание у вас есть сомнения зайдите в любой магазин посмотрите на полке на понравишься вам продукт возьмите переверните его и прочитайте тот набор составляющих этого продукта который вам предоставил производитель смотрите объем ешек и других аббревиатур которые там присутствуют откройте интернет посмотрите вряд ли это про ваше здоровье будет выбор только за вами чем вы заправляете собственный организм как автомобиль действительно качественной продукции качественными продуктами которые в наше время не так-то легко найти либо как в помойное ведро валите все что туда попадет и так правильное питание что же она нам дает в итоге ради чего все эти баталии ради чего мы все это обсуждаем в конечном итоге я бы всех адресовал к такой знаменитой теории мечникова микробиотики кишечника который говорит о том что эти килограммы лактобактерий в которых нас живут и которые мы чем-то кормим как два волка помните каковому волка кормим тот нас живет определяет наш иммунитет мыслительные процессы эмоциональный баланс в конце концов нашу физическую форму и склонность к тем или иным хроническим заболеваниям но допустим в виде сахарного диабета который становится теперь наше время просто бичом бичом номер один некой скрытой гранатой ядерной бомбой которые мы и наши дети можем получить поэтому когда мы говорим о зож когда мы говорим о правильном питании это прежде всего осознанное проживание собственной жизни качественное проживание я напомню вам простые вещи которых вы можете задуматься если не обращать внимание что лежит вашей тарелке если не обращать внимание что вы пьете газированные напитки разноцветные либо чистую воду определенного заряда там щелочных показателей кислотных показателей то в конце концов мы получим большие проблемы с нашим здоровьем хорошо если мы уйдем в жизни сразу знаете это еще большое счастье вот если человек ожидает инсульт если человек ожидает мучения и постоянные дозы инсулина если наши дети по сути проклянут нас еще при жизни ухаживая за нами вот это действительно проблема поэтому зож это про осознанность пищевые правильные привычки это наша обязанность я так считаю теперь задумайтесь о том что зоши пп это не про прошлое это про будущее про то будущее которое грядет которые мы собственными руками выстраиваем себе выстраиваем своим детям и то что является для нас сейчас базой для действительно нашего светлого счастливого будущего но она куется здесь и сейчас каждый день через ту тарелку через то пищевое поведение через тот стакан с водой который каждый из вас приносит осознанно свою жизнь это важно понимать мне будут интересны ваши комментарии что такое зож для вас что такое пищевые привычки правильные для вас делитесь комментируйте подписывайтесь на мой канал здесь мои мысли и много чего интересного спасибо